Отлично, значит, еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас восьмой вебинар, и он посвящен программе EFT Post Processing. Как обычно, рассказываю я, и на вопросы помогает отвечать мне Игорь, мой коллега Игорь. Поэтому по ходу вебинара задавайте свои вопросы в комментариях, мы, соответственно, по возможности будем на них отвечать. Значит, мы запускаем программу. Программа у нас называется EFT Post Processing. И первое, на что нужно обратить внимание, это зайти в справку, нажать по программе и посмотреть стоит ли у вас последняя версия. Должна быть 2.0.0.5. Это самая последняя версия. Если у вас версия предыдущая, то новую версию вы можете скачать с сайта EFT Field Survey. Опять же, и туда вот наш сайт, сайт EFT Survey.ru. Здесь у нас продукты, программное обеспечение, EFT Post Processing, ПО и обновления. И здесь вы сможете скачать архив в последней версии для тех, у кого не последняя версия. Значит, первое, что мы разберем, это создание и настройка проекта, скажем так, просто создание проекта, и импорт данных, которые получились у нас по результатам измерения, и выполнение ринекса. Создание ринекса, если обработка требуется не в программе Post Processing, а она требуется, соответственно, в стороннем каком-то ПО. Посмотрим сначала экспорт ринекса для статики, и потом посмотрим экспорт ринекса для режима ППК. В любом случае, что бы мы ни делали, мы начинаем создание нового проекта. У нас есть слева такая пошаговая шкала, первая строчка проект называется, потом импорт, обработка, уравнивание и экспорт. Все достаточно просто и пошагово. Соответственно, чтобы создать новый проект, вам нужно нажать «Новый». Когда вы нажмете «Новый», программа предложит вам назвать проект по сегодняшней дате, либо также можно изменить. И папку по умолчанию поставят «EFT Project». Ее также можно изменить, нажав «Обзор». Ну, папку я менять не буду, проект, соответственно, поменяю название. Чтобы создать окончательно, нажимаем «Ок». После создания проекта программа переведет нас автоматом дальше. Переведет она на следующую вкладку «Свойства проекта». Сейчас нам эта вкладка для ринекса не так важна, о ней поговорим позже. Поэтому мы ее пропускаем, нажав «Ок». Дальше программа автоматом переведет на следующую вкладку «Система координат». Также она сейчас нам не важна, также нажимаем «Ок». Дальше, соответственно, нам необходимо импортировать сырые измерения с приемников EFT. Для этого мы переходим в «Импорт», «Импорт файлов» и нажимаем «Выбрать файл». Либо выбрать файл, если вам нужны какие-то конкретные файлы, либо можно выбрать файл. Давайте выберем файл. Откроем. Родной формат. Смотреть, что у нас действительно есть какие-то данные. Это данные из приемника EFT M2. Соответственно, в нашей программе тип антенны M2 известен, как и любого другого приемника EFT, поэтому есть H вычисленная. H измеренная была 0, потому что он стоял на ППЦ, то есть прямо на трейнере. Никакой штатив не использовал. И, значит, для того, чтобы нам сделать экспорт в Linux, после того, как мы импортировали, мы можем, соответственно, пойти следующим путем. Нам нужно перейти в «Экспорт», то есть сразу пропускаем обработку уравнивания, заходим в «Экспорт», нажимаем «Экспорт», и перед нами открывается окно, и сразу первая строчка подсвечивается «Renix». Его можно настроить. Чтобы его настроить, мы заходим в «Параметры». Здесь вы можете выбрать версию «Renix». Если ваше программное обеспечение, в котором вы планируете дальнейшую обработку поддерживать 3.02, выбирайте 3.02. Если только 2.11, выбирайте 2.11. Рассмотрим, например, 2.11. Такая большая часть программ обеспечения, которые обычно пользуются еще и заказчики, герзисты. А вот оно все-таки 2.11. Но, опять же, можно и 3.02. Также ставите галочки тех спутников, которые вам нужны. Вот в 2.11, понятно, будет освещено автоматически, потому что его там нет. 3.02, вы можете его поставить. Дальше вы можете выставить текущий интервал записи, в котором вписался файл. Можете его изменить. Также можно обрезать начало и конец файла, если вам нужно импортировать не все данные, которые вы насобирали. И дальше H-антенны в «Renix». Соответственно, здесь есть по умолчанию и фазовый центр, но в нынешней версии программы в любом случае программа все приводит к фазовому центру. Поэтому, когда вы импортируете сторонние программы обеспечения, вы также выбираете фазовый центр. То есть, этот домер учитывается в «Renix», так как программа EFT Post Processing знает этот домер, знает тип антенны. И когда вы импортируете, например, какую-нибудь программу в «TBC», там выбираете фазовый центр и у вас, соответственно, все получится. Нажимаем «Ок». Также можно путь к файлу прописать, нажав три точки вот эти вот. Я ставлю по умолчанию папку EFT Project. Нажимаем «Ок». Конвертация выполняется. Заходим в папку и проверяем, что у нас сделался экспорт. У нас появились файлы observation. Если это будет TBC, этого будет достаточно. Если это какое-то другое программное обеспечение, то есть TBC, например, возьмет параметр «Ephemerid». Если это какое-нибудь другое программное обеспечение, может, например, не взять, поэтому нужны еще эфемериды. Их вы можете либо скачать с сайта EFT Course, либо вы можете сделать «Renix» также в меню в этой программе, Зайдя в файл измерений, выбирая любое из измерений, нажимаете «Экспорт в Renix». Конвертировать в Renix. Соответственно, заходим в эту папку и у нас здесь появятся эфемериды, которые вам необходимы. Второе, что мы посмотрим, это экспорт Renix, если мы говорим о ВПК, о режиме Stop&Go. Давайте создадим новый проект. Понять не будем. Создадим его по умничанию. Также, если эти настройки интересны, касательно системных координат, мы переходим опять же сразу к импорту. Делаем импорт файлов, выбрать файл. Заходим в папку, где у нас лежат файлы. В данном случае у меня в качестве базовой станции использовалась постоянно действующая. И в качестве ровера был прием. Выбираю эти данные и нажимаю «Ок». Так как один из файлов был в базовой станции, он требует эфемерид. Вы можете поставить просто галочку «Применить ко всем файлам без эфемерид». Если их много, например, было сейчас одна, можно было просто «Ок» нажать. И нажимаете «Ок». Тогда эфемериды, приемник, который у нас на базе, он возьмет эфемериды с роверного приемника. Он напишет здесь предупреждение. Ошибка «Эфемерид» это говорит о том, что мы просто не загрузили конкретно для него. Но это не говорит о том, что у нас что-то не получилось. Зайдя в наблюдение, мы увидим, что у нас все загрузилось. То есть эфемериды приемник взял. Также в разделе «Эфемериды» тоже все эфемериды у нас были. Соответственно, у нас появились данные. Далее, опять же, мы говорим, что мы обрабатывать будем не здесь. Повернем вектор от базовой станции к определяемой точке. И далее нам к этой определяемой точке 766 нужно прикрепить RSP-файл. Во вкладке «Файл измерений» мы нажимаем на данные с роверного приемника, нажимаем правой клавишей мыши и нажимаем «Добавить RSP-файл». Ну, как происходит механизм филд-сервей работы по ПК я уже не рассказываю, потому что это было многочислено уже озвучено в других вебинарах и в инструкциях. Поэтому все вы знаете, что там есть RSP-файл, нам нужно его добавить. Добавить RSP-файл, выбираем его и нажимаем «Открыть». Файл закрепен, вот наша одна точка превратилась в те точки стояния, в те стопы, которые мы останавливались. Соответственно, если нам нужно вот это вот импортировать в другую программу, мы опять же можем, где вектор. Переходим в экспорт, заходим в экспорт, выбираем ринекс, выбираем тип ринекса. Ну, все тот же самый, тот же принцип и нажимаем «Ок». Заходим в папку, вот у нас загрузилась информация. Вот у нас готовый ринк с нашего приемника и с базовой станции. Ну, с базовой станции так был ринк, да, просто перенес. И давайте возьмем эти данные, да, и, например, закинем их в такую программу, как TBC. Все, закинули базовую станцию. Так как это был тоже ринекс, да, ведь он не взял. То есть, он его как посчитал, как будто, ну, он так ринекс, поэтому поставил. Поэтому, естественно, из ринекса нам нужен только вот этот файл, в котором прикрепился РСП. Да, то есть, куда я прикрепил РСП. И, естественно, закидываем с базовой станции и закидываем с приемника. И у нас все эти точки, все витара, все есть. И можем поступать в дальнейшую обработку. Создавать систему координат и так далее. И продолжать уже обработку. Вот, это что касательно ринекса. Так же, ну, там, теперь, значит, посмотрим, как вообще создавать, как настраивать проект, настраивать систему координат. Да, и, ну, как, например, то есть, рассмотрим два варианта вообще основных работы. Это уравнивание, да, когда мы хотим что-то уравнять, и локализация, или по-другому еще калибровка. Значит, первое, что рассмотрим, это как выполняется уравнивание в программе ET-постпроцесс. Опять же, нам нужно создать новый проект. Вот, и, значит, первое, что он нам предлагает, значит, это информация о проекте. Здесь вы можете указать название проекта, какую-то информацию, да, важную для вас. Вот. Остальное, на что стоит обратить внимание, это часовой пояс. Сейчас стоит ноль, соответственно, когда вы загрузите данные с приемников, там будет указано, здесь в программе будет указано время UTC. Если вы выставите часовой пояс, соответственно, время будет того региона, в котором вы находитесь. Если это, например, Московская область, соответственно, я поставлю там плюс 3, и у меня время будет в Московской области. Вот. Мне проще ориентироваться UTC, вы, соответственно, по своему удобству. Это, в основном, важно, когда вы, например, в качестве базовой станции используете постоянную базовую станцию, например, EFT, и когда вы скачиваете ринекс с этой базовой станции EFT, там есть как раз два времени. Одно UTC-шное, одно местное. Поэтому вам, в зависимости от того, что вы выбрали здесь, на такое время и нужно ориентироваться на сайте. Да, то есть UTC добавили, скачивайте UTC. Местное по месту, чтобы попасть в нужный вам интервал. Дальше идет вкладка допуски, точность на построении вектора и относительная точность PPM. Это стоит идеальная точность, в нее, скорее всего, не попадете, но как дополнительный контроль, да, то есть вектор будет прекрасным, если вы не попали в эти точности. Но это не говорит о том, что этот вектор плохой и то, что его нужно выбросить из измерения. Это я говорю непосредственно уже об отчете. В программе он, если вы не попадете в PPM, в 2, да, он не будет красным. Главное, соответственно, чтобы была хорошая ошибка RMS, точность построения вектора, компоненты вектора deltaX, deltaX, deltaZ. И один из основных параметров это отношение плавающего к фиксированному решению. Ну, об этом мы, опять же, сейчас дальше поговорим. Дальше у нас идет настройка расширенный. Здесь вы можете расширить количество символов имени точки, да, поставить 8. Дальше есть такой первоначальный контроль измерений. Это минимум для статики, минимум для кинематики и максимальная длина вектора. Сейчас стоит 600 секунд по умолчанию на статика, то есть 10 минут. Соответственно, все, что будет меньше 10 минут, уже в обработку изначально браться не будет. Вот такой контроль самого себя, если вы запускали приемник не через filter way, а просто ставили его в поле, не засекли время, да, контролируют, что было меньше 10 минут. То же самое для кинематики, если на точках стопах вы стояли по 30, меньше 30 секунд, они не возьмутся. И максимальная длина векторов, она здесь указана в километрах, 200 километров. Ну, все эти допуски вы можете также варьировать, да их менять. Дальше, нажав ОК, как в предыдущий раз, программа у нас переводит в следующую вкладку в систему координат. Здесь уже важно, да, то есть если мы говорим об уравнивании, значит у нас известны координаты пунктов, на которых мы будем отстаивать, да, то есть чтобы привязать свою какую-то точку. Да, определяемую, рассчитать ее позицию, ее местоположение в нужной нам системе координат. И важно знать, собственно, параметры системы координат, в которой мы хотим получить эту определяемую точку. В качестве параметров можно использовать библиотечные, да, то есть для этого вам нужно нажать добавить. Перед вами откроется библиотека, и здесь вы выбираете ту систему координат, которую вы планируете уравнять. Ну, например, МСК Тримбл, и если это МСК, то здесь представлены все МСК, которые вам необходимы. Если у вас есть какие-то другие параметры, не соответствующие вот этим, да, там, библиотечным, СЦЕшному, да, там, Требловому, то вы можете забить параметры либо вручную, да, зайдя в проекцию. Все эти параметры меняются, так же преобразование, здесь вставляете мыши Вольфа, и сюда прописываете необходимые вам параметры. Вкладка «Высота», здесь выбирается модель, геоид, и добавляется тип необходимого вам геоида. Ну, понятно, что это будет для всей России EGM 2008, EGM 2008, для Москвы – Моска геоид, Тримбл, и для московской области геоид СК-50. То же самое, как и в Field Survey, те же самые геоиды, которые мы подгружаем, ну, о чем мы говорили, в общем, в прошлых вебинарах, принцип тот же самый, настройки системы координат. У меня система уже добавлена, заранее, если вы ее добавили, вы можете нажать «Сохранить», и тогда она появится в папке, в папке «Geopass». Опять же, кто пользуется Field Survey, та же самая папка «Geopass», вот, и она появится здесь. И в дальнейшем вы сможете ее загружать в МСК-52, Зон-2, ПВЛВ. В данном случае у меня уравниваемой точкой будет базовая станция и пункты, от которых я буду ее привязывать. Сразу говорю, пункты эти не соответствуют действительности, координаты измененные, проект предоставлял нам заказчик, поэтому, чтобы не нарушать никаких правил, да, пункты, соответственно, их координаты были изменены. Проект сугубо учебный. Выбрав эту систему координат, все параметры автоматически заполнились. Заполнились параметры проекции, в севере, на север, на восток. Преобразование. В тех, в которых, в 7 параметров бушуль, в которых я буду уравнивать эту точку. И автоматом заполнилась высота, а также грузился геоид. То есть я буду использовать параметры, не гостовские, а те, в которых эти пункты наилучшим образом сидят. Поэтому я их забил сюда. Ну, если это какая-то маленькая сеть, состоящая из 3-4 пунктов, можно использовать библиотечные, потому что это уравнивание. Здесь главное загрузить параметры и загрузить геоид. Когда мы делаем уравнивание, геоид нам важен, чтобы получить, чтобы в геодезическом высоте перейти к нормальной. Ну, в данном случае картометрическое, но на близко как нормальное. Нажимаем ОК. И, соответственно, на этом наши настройки на вкладке проект мы завершили. Дальше мы переходим к импорту. Выбираем импорт файлов. Здесь у нас есть два варианта. Я уже говорил ранее. Это либо выбрать конкретные файлы, либо выбрать папку. Если у вас в папке есть какие-то другие файлы, помимо тех, которые нужно сюда импортировать, то программа все равно возьмет только те расширения, которые связаны с сырыми данными. Это либо будет риндекс, либо родной формат EFT GNSS. Значит, заходим. Ищем папку. И нажимаем ОК. Опять же, когда мы дойдем до риндекса скачанного с базовой станции, программа попросит подгрузить эфемериды. Я поставлю применить ко всем файлам в виде эфемериды. И нажимаем ОК. Что касательно эфемеридов, если вы планируете обрабатывать данные не с бортовыми эфемеридами, а вы хотите обрабатывать с уточненными, точными или финальными, их также можно использовать, а также загрузить при обработке. Загрузить их можно прямо через программу. Для этого существует утилита. Утилита. Загрузка из интернета. Здесь вы можете выбрать, за какой период нужно скачать данные, какие именно эфемериды, уточненные, точные или финальные, и выбрать ссылку, с какого сайта эти данные скачать. И нажать Start. И тогда файл с расширением SP3, то есть с уточненными точными или финальными, эфемериды подгрузятся. Зачастую бортовых эфемеридов достаточно. Ну, если мы хотим еще как-то точнее сделать, можно применить уточненные. Ждать точные или финальные, наверное, это больше для каких-то научных целей, чем для реальной работы. Мы загрузили данные. Мы можем увидеть то, что у нас построились такие серые вектора. Эти вектора говорят нам о том, что между этими приемниками действительно были общие наблюдения. Если вы этих векторов не наблюдаете, значит, вы либо стояли меньше 10 минут и не попали в допуск, который вы поставили изначально, либо в целом данных недостаточно. То есть вы стояли в сложных условиях и решили, скажем так, сэкономить на время. Когда мы говорим о статике, здесь на все влияет время и условия наблюдения. Поэтому это очень важно. Так лучше отставить побольше, чем приезжать по второму. Значит, здесь, перед началом обработки, нам нужно создать реальные высоты приемников, которые у нас были установлены на пунктах. В данном случае определяемая точка ПВЛВ, все остальные, это известные пункты. Значит, заходим в наблюдение. Здесь мы видим, что приемник у нас ИФТМ-4 использовался, и ИФТМ-2, и ИФТМ-2. Так как я запускал через программу ИФТФил-Червей, в программе я сразу задал высоту приемника, задал, на куда измеряется. Поэтому мне редактировать ничего не нужно. У меня все уже пересчитано. Если у вас, соответственно, вы запускали с кнопки, тогда вы нажимаете на H-измеренную, сюда можете ввести реальную H-измеренную, и когда закроете, он пересчитает ваше вычисленное. Либо можно нажать два раза на эту строчку, изменить тип антенны, если на самом деле это был другой приемник. Но программа в любом случае считает приемник, если это был приемник ИФТ. Но если, например, вы обрабатываете приемник из сроки ТАПКОНа и индексы, то и каким-то образом он неправильно антенну считал, хотя опять же тоже должен. Например, вы всегда можете тип антенны изменить. Все они представлены здесь. Тип приемник, антенны, и применить у вас высоты пересчитаются на реальную. Но опять же, если вы все запускали через хилл-червей, то этот пункт на этот пункт даже может не обращать внимания, потому что все у вас загрузится корректно, и уже можно сразу поступать к следующему шагу. Так же, что касательно базовой станции. Здесь высота у нас по нулям. Опять же, напоминаю, что базовой станции, если мы говорим о базовых станциях, хилл-червейт, привязаны к фазовому центру значения, поэтому никаких высот мы не указываем. Ставим вновь. И фазовый центр. В данном случае здесь, хоть я поставлю хоть низ антенны, хоть наклонные, хоть это не важно, в некоторых программах это важно. Запконтус, магнет-филл, важно показать, что это все-таки фазовый центр. Далее, чтобы нам узнать, вообще хватает ли нам данных, обрабатываются ли они, и нужно выполнить обработку. Для этого мы переходим к следующему шагу, это обработка. Здесь мы можем нажать обработать все, чтобы сразу обработать всю сеть. Тогда программа обработает ее с теми настройками, которыми она считает наиболее подходящими. Если мы хотим сами настроить, то мы можем зайти в параметры и изначально настроить параметры для обработки. Наверное, как рекомендация, сначала обработать все, попробовать так, как считает программа. Если какие-то вектора будут красными и не устраивать, уже начинать варьировать, заходить в параметры и изменять те или иные настройки. Поэтому мы пойдем именно этим путем, нажимаем обработать все, и обрабатываем на тех параметрах, которые считает программа необходимыми. Скорость обработки будет зависеть также от возможностей вашего компьютера. Чем мощнее операционная система, чем мощнее компьютер, тем быстрее будет выполняться обработка. Чем быстрее будет разгоняется движок. Ну, слева мы можем увидеть, что один из векторов у нас уже точно помечен, что, скорее всего, он не обработался, либо очень низкая точность. Вектора, которые у нас обработались, они будут помечены черным цветом, вектора, которые не обработались, красным цветом. Все. У нас при обработке помимо цветов также появляются такие столбы и эллипс ошибок. Эллипс ошибок, это ошибки в плане и такие столбики, отвечающие за ошибку в полосаде. Соответственно, наша задача, эти ошибки свести к минимуму, как, например, вот этот вектор. Да, вот этот вектор. Да, тут видно, что ошибка здесь минимальная. Значит, информацию по векторам мы можем посмотреть слева. Вот здесь вот. То есть мы видим, что этот вектор не обработался. Также зайти сверху в раздел вектора. Если чего-то у вас сверху не хватает, можно нажать «Вся сеть», и тогда недостающие окна не откроются. Недостающие вкладки. На вкладке вектора мы можем увидеть то, что какие вектора у нас обработались, какие нет. Вот здесь вот есть столбик «Результат» и вот этот вектор у нас «Результат ошибки». Соответственно, нам его нужно отредактировать. Что касательно параметров вообще вектора, и то, на что нам в первую очередь нужно обращать внимание, это отношение. отношение – это параметр фиксированного к плавающему, то, что тот коэффициент доверия к этой обработке. Чем он выше, тем лучше. Например, седьмой вектор, 23 – это, можно сказать, идеально. Здесь этот вектор не обработался, потому что 1 и 3. Чем коэффициент доверия у нас больше, тем программа говорит, что, скорее всего, этот вектор обработался наиболее верно. Вот это принцип обработки вообще геодеза. Считается двойные разности, двойные. Есть такая кнопочка в виде стрелочки, которую я выбрал, и когда я нажимаю на тот или иной вектор, он выделяется синим цветом, это говорит о том, что он сейчас выбран. Я могу с ним конкретно работать, могу выбрать несколько фраз мышки. Вот это кнопка в виде стрелки. Так, если рука, то мы просто двигаем, если стрелка, то мы выделяем. Вернемся к меню вектор. Дальше у нас идет ошибка RMS. Соответственно, доверие к этой ошибке будет зависеть от того, чем выше параметр отношения, тем больше мы можем доверять этой ошибке RMS. Потому что 23-33, действительно, это у нас 11 мм. Также мы можем посмотреть компоненты вектора. Если вы мерили метод реоккупации, одни и те же пункты в несколько сессий, вы можете сравнить, как отличаются компоненты вектора между собой и длину этого вектора. Вы можете так же посмотреть. Также длину на плоскости можете сравнить. И еще один из параметров это относительная ошибка PPM. Также, чем она меньше, это та ошибка, которая у нас заложена в уравнении регрессии. Чем расстояние у нас больше от базовой станции, от определяемой точки, чем этот коэффициент у нас будет больше оказывать влияние. В уравнении регрессии заложены параметры. не хуже чего должно получиться. В принципе, у нас PPM, кроме вектора номер 8, который не обработался, все хорошо. Что мы будем делать с этим вектором? Опять же, мы можем выделить его, нажать правой клавишей мыши и нажать параметры обработки. И тогда мы попадем в это самое меню параметра. Можно пойти по другому, можно здесь, сначала выбрать, потом здесь нажать параметры, можно во вкладке вектор, также нажать правой клавишей мыши, также вы попадете в это меню. В любом случае, вы попадете в это меню. Не важно откуда вы зайдете. Покусы Ремос РМС РМС у нас получает средне-кватортическая ошибка, то есть она у нас вот здесь равна 8 сантиметрам. А СТД намного меньше, сходимость векторов, когда у нас идет свободное уравнивание, это обработка вектор, это именно оценка точность сходимости векторов. Ну, я эту ошибку, в принципе, пропустил, потому что основное, на что нужно просить внимание, все-таки отношения и на РМС. СТД, в принципе, тоже важно, но это важно, как бы, сама программа как оценила. Да, то есть, вы же не знаете, как читает программа, внутри, да, на любом случае делает уравнивание, свободное уравнивание на VJS и вычисляет эти значения. В отношении скажешь, чем больше. Значит, ошибка? Да. В отношении. В отношении. А, вот. Чем больше, тем лучше. Нет, 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 нет. Похоже. Так, ну, продолжаем. Значит, идем к обработке вектора, да, то есть, значит, мы можем, значит, изменить маску возвышения, можем изменить интервал записи, ну, минимум эпоха. тут, ну, то есть, это, в принципе, может... То есть, у нас много их, да, то есть, это уж для совсем многих измерений, это параметр, да, то есть, если у вас какой-то минимум был там, его увеличить, там, до 30 до 40, становится все-таки, то, например, маска возвышения интервал, то, что действительно может повлиять. Вот, у нас, получается, наблюдения были с интервалом записи 5 секунд, да, ну, базовая станция у нас писала в 10, поэтому от того, что здесь было 5, она у нас будет за десятку браться, да, вот, но у нас здесь, в принципе, стояло 10, вот, но если, например, с базовой станции выскочивать ринопс не за 10 секунд, а за 5, то вы можете поменять интервал записи на 5 секунд, и данных у вас уже для обработки будет больше. Также маска возвышения действия 15, у нас было 10, тут сервей вы задавали, вы можете, например, изменить маску возвышения, данные, поменяли ее на 10, опять же, спутников в 10 градусов будет явно больше, да, их залетит, опять же, данных для обработки будет больше. Дальше вы можете выбрать либо выбранный вектор, либо применить этот параметр ко всем. Так у нас остальные вектора обработались, ко всем это применять не нужно. Поэтому я нажимаю к нему и нажимаю обработать. Опять же, есть несколько путей, могу нажать вот здесь обработать, обработается выделенный вектор, вот, либо могу, опять же, здесь, вот здесь нажать обработать вектор, следующая строчка, через клуб правую клавишу. Мы видим, что это особо нам не помогло. Дальше у нас идут частоты, да, мы можем выбрать конкретно по каким частотам мы хотим получить обработку, в первую очередь, на что должна программа, по каким частотам она должна считать. Вот, эфемериды, тоже, о чем я говорю, что скажу позже, здесь можно поменять на SP3 и применить, то есть, также можно применить их конкретному вектору, но если мы уже решили обрабатывать с уточненными эфемеридами, то применить, конечно, лучше туда, ко всем, да, то есть, здесь поставить все. Базовый спутник, программа его выбирает автоматически, вот, ну, понятно, что существует метод спутник-спутник, есть метод последовательного спутника, да, то есть, это важно, то есть, тот спутник, который будет браться за эталон, с которого будут вычитаться остальные значения, вот, сами вы можете зайти на сайт, прогнозировать, какой спутник был в этот момент лучше, но я думаю, программа и так это знает, и здесь лучше оставить авто, в этом, помните, я думаю, стоит довериться программе, думаю, стоит довериться программе, значит, вы можете также систему координат, убрать галочки с тех спутников, систем, которые вы считаете, что она вам не нужна, то есть, например, убрать, выеду, да, то есть, оставить обработку только по GPS и клонах, если вы считаете, что по BIDO, ну, или вам просто в рамках вашей организации нельзя обрабатывать BIDO, если мы говорим о каких-то, в общем, есть организация, которым нужно обрабатывать только по GPS и BIDO, у нас, здесь есть, значит, настройка расширенной, в нее мы идем в последнюю очередь, если нам ничто не помогло обработать вектор, здесь у нас есть вот тот самый параметр, параметр минимального отношения, здесь сейчас два стоит, вы можете его изменить на то, который обработал вектор, когда там было 1,3 для этого вектора, вы можете поставить, но коэффициент доверия к этому вектору, 1,3, скорее всего, координат этой точки очень сильно отлетит, то есть, это если уж совсем, да, там, вам не важна точность и у вас нет возможности ехать второй раз на объект, да, вы не достояли достаточное количество времени, вы можете поменять этот параметр, но точность этой точки, она будет очень плохая, это, скорее всего, потому что чем меньше отношения, тем, соответственно, хуже у нас получится решение. Значит, также можно, что делать с вектором, можно его редактировать непосредственно саму сессию наблюдений, опять же, нажав правой клавишей мыши, можно зайти в редактор сессии. Здесь перед вами откроются все спутники, с которых принимались данные, которые участвовали общие, участвовали в общее измерение данного приемника, и между определяемой точкой. Надо, что по этому вектору, редактор сессии, поэтому вектору. Здесь мы можем увидеть, идет сигнал двух частот, да, вот они, например, G02, все идеально, приемник непрерывно его отслеживал, а вот, например, G14, да, видно, что практически не отцеплялся этот приемник, значит, данные такие рваные, в данном случае, этот приемник, этот спутник, лучше всего просто отключить. Для этого мы снимаем с него галочку и нажимаем обработать. Обработать, также обработать этот вектор. Далее, смотрим по другим спутникам, если, например, мы видим вот такие данные, то есть G24, да, вот этот момент, все было хорошо, дальше пошла к этому. Мы можем не отключать его целиком, а можем вырезать. Зажав левой клавишей мыши, вырезать определенный кусок. Если мы хотим отменить, мы нажимаем отмены. Если мы все нарезали, потом решили внезапно все отменить, нажимаем очистить, тогда уберется все. Ну, сейчас мы вырезаем, вырезаем от кусок, и нажмем обработать. Так вы делаете с остальными спутниками. Также внизу у вас показано, как шел сигнал. Здесь есть предыдущий, следующий, то есть вы можете посмотреть, как идет сигнал. То есть, чем он нестабильнее, чем он больше отклонялся к прямой, тем, естественно, он был хуже. Например, возьмем G31, мы можем увидеть, что здесь вообще была потеря сигнала в начале, мы можем этот кусок обрезать, так что, чтобы не брать его в обработку, и нажать обработать. Вообще, зачастую, заниматься обработкой, вот такой вот, вырезать какие-то данные, либо приходится в плохих условиях, либо когда вы стояли в очень плохих условиях, либо когда вы просто не достояли достаточное количество данных, когда они собрали. Если данных достаточно обычно, то все сразу хорошо, такая шипа. в данном случае, чтобы, в первую очередь, то, что можно еще сделать, чтобы это в общих частотах поставить по базовым частотам R1-0-2, чтобы в первую очередь считалось только по ним, и сделать обработку этого вектора. Обычно сразу, что так решение улучшается в разы. Ну и можем увидеть то, что или ошибок стал минимальным. Ну, также можно зайти в этот вектор всегда, и смотреть, смотреть, как изменилось отношение 2,9, стало, и RMS тоже уменьшилось. Так же можно сделать с остальными, то есть мы заходим, редактировать, опять же, можем редактировать сессию, то есть после того, как мы сделали обработку по R1-0-2, мы можем, опять же, начинать резать данные, выбирать какие-то спутники и так далее. Вот это, таким образом происходит обработка, ориентируемся так же вот здесь по сигналам, как я сказал, то есть вот G-3, G-3, видно, что были постоянные потери, и отрезаем по эту границу и так же обрабатываем. Чем точнее сделать и вектора, тем точнее получим само решение, то есть то, что мы хотим получить в конечном итоге. Следующим этапом нам необходимо, после того, как все вектора стали черными, нам необходимо задать контрольные точки. То есть сейчас у нас все это обработалось в системе координат VGS-84, теперь нам необходимо выполнить уравнивание, необходимости. Опять же, почему мы это называем уравниванием, потому что у нас, во-первых, есть, у нас есть не только одиночные вектора, у нас есть вектора и между приемниками. То есть, в данном случае у нас участвовало в работе как минимум три приемника. один стоял на базе и два одновременно писали статику. Шапки и луки писали одновременно статику. В этом случае у нас получается замкнутая фигура треугольника, в котором можно выполнять какую-то оценку точности. И это уже называется уравниванием. Когда у вас просто одиночные вектора, которыми вы пытаетесь, опять же, таким же методом это не уравнивание, вы просто оцениваете ошибку методом того, что от разных пунктов одиночными векторами вы вычисляете позицию. Если она совпадает со всех векторов, скорее всего, эти пункты мьются и все правильно. Если там один из них вылетел, опять же, если у вас всего два пункта, вы никогда не узнаете, какой. Если три, то уже как минимум есть избыточные измерения, вы можете понять. В любом случае для уравнивания, если мы говорим о какой-то серьезной работе, когда мы там ГРО делали, какую-то привязку базовой станции, вот, да, должно быть вот так, должно быть хотя бы минимум три приемника в работе. Значит, чтобы задать нам точки, мы открываем вся сеть, потому что сейчас у меня сверху нет этой вкладки, и заходим во вкладку точки. Здесь можно пойти двумя путями. Значит, первый, ну, такой более сложный, это задавать все это дело вручную, то есть, мы нажимаем на ту точку, которой нам нужно правой клавиши мыши, ставим задать как контрольную. И так делаем со всеми точками, которые мы считаем должны быть контрольными. Переходим дальше во вкладку контрольной точки, все они будут здесь, далее, вам необходимо нажать два раза левую клавишу мыши, либо один раз по правой клавиши мыши зайти вредактировать, либо два раза левой, и строчках север-восток и h, то есть x, y и высотная отметка прописать реальные координаты этого пункта, этого пункта ГГС. Если мы говорим об уравнивании, должна стоять галочка ГСК, ставить галочку ГСК, это подразумевает то, что используется используется ГГС, используется ГГС и мы об уравнивании. И сюда прописывайте реальные координаты, прописывайте координаты и нажимаете применить. И так делайте с остальными пунктами. Да, то есть еще раз точки задают контрольные, какие-то задали контрольные. Они появляются здесь и вы их все редактируете. То есть ставите галочку закрепить в рабочий ГСК и прописывайте сюда реальные координаты. Значит, если нам нужно отсюда что-то убрать, то мы нажимаем удалить. Если вы убираете контрольную точку через точки вот отсюда, то здесь удалить будет говорить о том, что вы просто удалите пункт вообще навсегда. здесь нужно удалить как контрольную, потому что вы находитесь в другом меню. Я думаю, это понятно. Никогда не торопитесь удалять сами измерения. Лучше просто отключить пункт на время обработки, чтобы посмотреть, как они сидят между собой. Зачастую в наших сетях всегда обязательно кимить пункты между собой не бьются. сейчас я удаляю и мы будем рассматривать второй вариант. Второй вариант подразумевает то, что вы заранее заготовили точки заранее подготовили текстовик. текстовик должен выглядеть следующим образом. Это название пункта, координаты по x, координаты по y и высотная отметка. Разделите на запятая. Название пункта здесь должно соответствовать названию пункта, которое в программе. Если название будет соответствовать, тогда все примется автоматом и вот эти кружочки, которые у нас должны превратиться в треугольники. Треугольник это то, что точка зафиксировалась как контрольная. То есть на вкладке контрольной точки мы нажимаем правой клавишей мыши и нажимаем импорт файла контрольных точек. Выбираем здесь имя северо-восток и высотная отметка. Ну вот тот порядок, который я назвал. Нажимаем ОК. Ищем нашу папку. И открываем. Все наши точки автоматом загрузятся сюда. Мы можем зайти в любую из них и убедиться, что у нас стоит КСК и то, что реально правильно координаты. Как дополнительная проверка можете пройтись по всем. в целом программа все загружает корректно. Дальше, чтобы убедиться, что все они стали как контрольные, вы можете зайти на карту и увидеть, что каждый из них превратился в треугольник. Если точка осталась кружком, то есть в виде точки значок, либо запятую где-то не доставили в этой строке, то есть как-то нарушили формат конфигурации самого файла. В этом случае точки не закрылись. Дальше, следующим этапом нам нужно все это дело уравнять. То есть у нас сейчас есть контрольные точки, систему координат уже задали в начале создания проекта. Мы переходим в следующую вкладку уравнивания. Здесь мы нажимаем свободно уравнивание проверки в качестве съемки выполняется автоматически. Не важно на каком этапе оно свободно уравнивание, если есть вопрос, оно выполняется на этапе обработки еще. Когда я буду делать час уравнивания, оно выполнится еще раз на VGS, а потом только уже будет выполнено в рабочей системе. То есть на VGS у нас в любом случае выполняется сначала свободно уравнивание, иначе и так далее. Многих параметров. В любом случае сначала выполняется сходимость на VGS. А потом уже накладывается уже место и дату. Когда вы зайдете уравнять, вы здесь видите, что здесь есть рабочий дату, а есть VGS. Несмотря на то, что я поставлю рабочий дату, потому что мне нужно именно в нем поработать. Когда я нажму кнопку авто, у меня будет выполнено и свободное уравнивание, и 3D уравнивание в рабочей системе. В любом случае программа повторно еще раз делает свободное уравнивание и делает следующим этапом 3D уравнивание в рабочей системе. Дальше нам необходимо нажать отчет, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Если отчет у вас заранее не был настроен, то нужно зайти в настройки параметра отчета и выбрать что вы хотите, чтобы отображалось в отчете, и формат. Это может быть текст, html, msoffice. у меня сейчас стоит html и я буду его показывать. Нажимаем отчет, стоит html, он переведет нас в страницу. Можно увидеть, что многие витара красные, опять же, как я говорил, что были превышены ppm, которые мы вначале установили, внутренняя точность. Основное, что нас интересует это вообще, что у нас получилось по координате. Мы можем увидеть, что ошибка сейчас по базе получилась достаточно большая. Это говорит о том, что какой-то из пунктов либо несколько пунктов они не сидят. Они вылетают, поэтому мы притаскиваем такую огромную ошибку. Нам нужно найти этот пункт. Для этого мы будем убирать, заходить в контрольные точки и поощрёдно убирать пункты чтобы смотреть без какого пункта у нас будет конфигурация лучше. Как мы это делаем? Как мы это делаем в любом программном обеспечении? Неважно, статик это пункта пункта убрать те или пункты которые не сидят. В данном случае все перебирать сейчас не буду, потому что я знаю, что это будет пункт пункт вот этот вот который точек и зайдя на карту я увижу, они стали точками, то есть они не будут участвовать. Уравнять авто и отчет. И соответственно мы можем увидеть то, что у нас стало 30 миллиметров по одной оси 20 в GES интересует местные 30 сантиметров по одной оси 2 сантиметра по другой и соответственно опять по высоте. Если мы будем улучшать сами вектора о которых я говорил то есть вот эти эллипс ошибок уменьшим или ошибок мы возможно получим возможно получим еще точнее эти результаты. Но к сожалению все-таки все зависит от местных пунктов. На GES в основном если данных было достаточно у нас всегда все хорошо. Плюс минус опять же если вы не стояли в совсем жестких условиях в условиях ели какой-нибудь где-то вообще прогрессические видимости нету пункт на который вы отстаиваете уже давно зарос потому что не делает вырубку вокруг него или просто вы поторопились и в хороших условиях уехали раньше времени. Но в GES обычно все уравнивается и все все проблемы у нас начинаются когда накладывается рабочий датам и используются местные пункты в общем мы получили точность соответственно корня наших бас также ошибки мы можем посмотреть ошибки по векторам какие использовали сектора и параметры невязки в общем этот отчет готовый для того чтобы прикрепить его к вашей сдаче когда вы сдаете вашу работу вот это что касательно уровня теперь рассмотрим другой вариант возьмем этот же проект за пример рассмотрим вариант калибровка либо локализация соответственно если здесь у нас были известны кардианты пунктов и был были известны параметры перехода которых мы будем вычислять новую точку то при локализации у нас будут известны только координаты точек и в принципе все то есть у нас известны мы взяли выписку из рост реестра у нас координаты и вот нам нужно привязать свою точку определить какую-то определяемую точку при помощи этих соответственно для этого мы опять же создаем новый проект проект тут тоже самое все вставляем и переходим к выставлянию систему координат систему координат нужно выставить изначально туда в общем нужно установить изначальную систему координат чтобы был центральный осел мердиан от которого будет выполняться расчет от которого будет соответственно выполняться 2d преобразование гельберта будет рассчитано два сдвига по осям удастся и 2d библиотечных здесь параметры проекции те же самые преобразования да видите что не совпадает с теми которые используют для уравнивания но для калибровки нам эти семь параметров они нужны у нас будут здесь рассчитан план высота и высота то что я говорил 2d преобразование гельберта не больше вульфа а именно гельберта то есть два сдвига по масям угловой разворот и масштабный коэффициент и соответственно плоскость которая будет построена по этим пунктам центр этой плоскости будет рассчитан при условии наклонения поэтому основное что интересно это осевый меридиан который используется если вы не знаете в какой вы зоне находитесь хотя пункты в любом случае вам об этом скажут по у всегда можно понять если это эмаска то можно выбрать эмаска можно выбрать эскас посчитать от ее осевого меридиан если здесь трехградус там шести градусов в любом случае попадете если например это какая-то стройка стройплощадка можно опять же взять эскас 42 в field survey есть такая функция определить на свой меридиан местности можно тоже его сюда вписать чтобы не усложнять себе жизнь больше всего сюда выбрать из библиотеки и просто нажать ok так же касательно геоидов геоидов естественников мы тоже не выбираем потому что моделью будем рассчитывать по пункту нажимаем клей систему выбрали дальше опять же по тому же принципу мы переходим к импорту файлов выбираем папку и так же так же хочется отметить то что что касательно расчет локализации и глибровки в данной программе мы говорим здесь губа о своей базовой станции вашей базовой станции у вас есть два приемника один из приемников вы установили либо на стройплощадке либо вы хотите вообще поставить у себя на крыше здания и от него постоянно работаете то есть когда вы рассчитываете локализацию здесь то есть здесь вы рассчитываете в аджесную координату вашей системы вот и потом и заодно местное да то есть оно в аджес чуть двигается и на нее накладывается местное и соответственно когда вы будете запускать потом эту базу вы эту аджесную координату либо рассчитанную местную вы эту аджесную либо местную забьете и у вас все будет работать вот если вы будете пытаться здесь привязать нашу базовую станцию то у EFT в аджес всегда закреплен особенно если это привязанная база данной тире закреплен и так как вы рассчитаете метод калибровки VGS немножко другой да эта калибровка она не сработает в режиме RTK то есть она для нашей базовой станции то есть здесь калибровка рассчитывается непременно для вашей собственной базовой станции так как вы в свою базу можете забить сами можете забить координаты как местных так и VGS в случае с постоянно действующими базовыми станциями вы параметр не можете здесь так как эта калибровка в принципе вот эти вектора нам не так важны потому что вебровка считается в основном по одиночным векторам вот этим натяжение системы можем их просто напросто отключить не нужны для этого мы нажимаем правой клавишей мыши и нажимаем подключить скорее всего если вы будете делать калибровку у вас будет всего два приемника в качестве один который будет базовой станции а второй который будет ровером и у вас в принципе не будет этих векторов о чем я говорил ранее включили вторая и дальше опять же мы идем в обработку нажимаем обработать все и ждем когда программа посчитает там разность 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 Продолжение следует... 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 участвовал в калибровке. Задали координату, которая считалась, которая у вас есть в отчете этой базы и закидываете field survey. Если field survey, то, соответственно, закидываете прямо этот файл в папку Geopass, потому что он имеет расширение дамы. То есть он имеет расширение дамы и ничего перебивать в ручной вам уже не придется, просто закидываете дамы и все у вас автоматно подгрузится. По высоте можно увидеть колоссальную ошибку, которую мы видели, но надо убрать опять же. Третье, что посмотрим, это обработка ППК. Режим уже потихоньку ушел на задний план, но по-прежнему еще нужен. Проект не сохраняем. Давайте последнее, что мы сделаем. Посмотрим обработку ППК. ППК у нас было сделано в этом проекте, который будет показывать в условной системе. В данном случае была применена маска-тримбул 50, то есть мы хотим, то есть мы считаем, что точка, на которой мы стоим известная, ее координаты МСК-50 на 1, поэтому мы можем применять стандартные параметры. Выбираем их, в этой условной системе его я не использовал, поэтому я его не подгружаю, потому что я эту систему использую сугубо как условно. Но если мы говорим о реальном проекте, то у вас два приемника, один стоял на известном пункте, а второй у нас ровер определяемый для определения точек, то есть у нас соответственно мы сдаем. Мы можем уже реально использовать эту систему не как условно, а как для реальных расчетов. И тогда уже нужно еще и геоид добавить, чтобы у нас, опять же, были нормальные высоты, ну, ортеметрические. Ну, чтобы никого не путать, пусть будет нормально. Хотя все мы знаем, что высота от геоиды от геоиды от геоиды от геоиды от геоиды. Нажимаем ОК, дальше импортируем данные. Ну, как я это делал, в принципе, в начале вебинара вы это видели. Я выделил с базы, выделил с ровера. Да, и просто в дальнейшем я сделал экспорт в рынок, чтобы показать это в другой программе. Здесь же я беру, опять же, выделение, беру базу, беру что-то тут. Вектор выделяю, нажимаю правой клавишей мыши и нажимаю инвертировать. То есть, поворачиваю стрелку туда, к определяемой точке. Для своего ориентирования понятно, что у меня ОК известная, а это определение. ОК, как я говорю, в этих параметрах не привязаны, поэтому мы используем как условную систему. если привязанную, то задаем потом реальный координат этого пункта. Значит, дальше мы заходим в файл измерений, выбираем, добавим TRSP файл. У нас получается такие вот измерения. И дальше нам необходимо сделать обработку. Да, тут все максимально просто. Мы заходим в обработку, выполняем обработку. Вектор построили. Дальше принцип такой же, чтобы нам из VGS перейти в MSK, нужно MSK задать контрольную и задать ей реальные координаты. Для этого мы зайдем, опять же, в вся сеть, в контрольные точки, в верные точки, сделаем MSK как задать ее контрольную. Можно закрепить, если у нас есть VGS неправильные координаты, в VGS пересчитанный параметр, либо закрепить в GSK местные. Ну, вот, соответственно, сюда прописываются местные координаты. Вот так как у меня в условной системе, да, они и так такие есть. Вот, а так, соответственно, вы их изменяете и нажимаете применить. Нажимаете применить и еще раз нажимаете обработать все. В финальной обработке, да, вы можете нажать отчет, опять же, настроить его, настроить параметры отчета. В той форме, в которой вам нужно. И нажимаете отчет. Выделяем вектора обязательно, после чего нажимаем отчет. Ну, то же самое и без сида, надо сначала выделить, чтобы получить отчет. И здесь мы получим все псевдодальности и непосредственно список наших точек, которые посчитались или не посчитались. То есть, здесь будут координаты XY, высотная отметка, и также их положение нам уже есть в отчете. Вот. Также можно в Textile или в Word сделать отчет. Также можно посмотреть саму кинематику, да, то есть, как у нас Traction. Вот такое облако точек. Поэтому, что RSP-файл нам позволяет на этой точке Stop собрать какое-то облако и осредить его в одну точку. Ну, в целом, также можно все это смотреть. Вот эта кнопка отключает, и эта же кнопка включает. В принципе, в обработке ППК я, наверное, ничего сложного не вижу. Наверное, это всем понятно, да. То есть, вообще, в целом, все достаточно просто, пошагово, да. То есть, создали проект, импортировали данные, обработали эти данные, задали высотоприемникам, да, если это нужно, и уравняли. Либо уравняли, либо сделали расчет в плане и по высоте, изменив ГСК на МСК, да. Либо, если это ППК, то в уравнивание мы, естественно, не идем, потому что никакого уравнивания здесь или глибровки нет. Мы просто обрабатываем точки, и все. Да, то есть, уже просто сместные координаты. То есть, все пошагово и просто. Так что, еще, сегодня покажу еще одну функцию. Да, наверное, о чем тоже писали в вебинаре. Это подгрузка проекта из программного обеспечения EFT-филцирования. Проект не сохраняем. Создаем. Ну, он заругался, что у нас уже есть. Создаем другой. Потому что, когда по несколько раз если перезаписывать, программа может сургаться. Стоят, меняются данные в корне. Значит, можно настроить систему координат, ту, которая в проекте была сделана field survey, но это необязательно. Потому что, когда вы будете импортировать проект из field survey сюда, то она автоматом возьмется. Например, мы нажимаем импорт. И здесь вы могли обратить внимание, что есть проект EFT-филцирования. Выбираете его. Выбираете этот проект. Находите папку, где он лежит. Вот он называется TEST-PPK. То есть, просто папку. Ну, то есть, понятно, зашли в контроллер, там неважно, H2, H3. Зашли в GNSesData, Project, Road. Вы взяли папку с проектом. Закинули ее на компьютер и нажимаете ОК. Он пишет, система координат. То, что различно. Да, говорит нам о том, предупреждает. Поэтому мы говорим, что да, все ОК. И он систему нам заменит. То есть, если вы зайдете в проект. В систему координат. Мы увидим, что проекция стала ОМСК 50 зона 1. Вот она. И преобразования тоже подгрузились. Ну, опять же, проект снимался именно в этой системе координат. Здесь у нас есть вектора до определяемых точек. Опять же, может пригодиться для отчета. Некоторые люди, некоторые геодезисты, скажем, в прошлом привыкли к тому, что загружать проекты из контроллера, например, в программу постобработки. И потом обрабатывать вектора и редактировать их в программе постобработки. Сейчас, как бы, тенденция такая важна, что все контроллеры, да, позволяют рассчитать это в реальном времени, да, эти вектора. И рассчитывать эти вектора в постпроцессе нет никакого в этом. В этом нет никакой нужды, потому что это рассчитывается в программе, непосредственно, в которой используют эти бирты. и так далее и соответственно это это может пригодиться для отчета для наглядности то есть если вы сделаете варты канула можно сделать картинку также если мы приблизим есть точки посредственно наши все которые снимались когда вы будете приближать тоже эти вектора вот видны сейчас мы можем заметить то что в удаленном виде виде вектор расстояние достаточно большой набор если будет маленькой вектора будут видны новой версии обновлений будут и когда приближать будет тоже вектора эти видеть опять же когда будет новая версия об этом будет новость и она появится на все том же сайте и в кафе черви до которого я говорю это по процессе по обновления и здесь есть у нас раздел есть раздел соответственно будет здесь лежать архив нажав на архив вы увидите то что здесь у вас сверху будет написано версия и в тапах процессе вот это в принципе ну так же когда вы закинули и проект из утервее вы в точках вернее в данных данных вы увидите все точки их также отсюда можно скопировать и выгрузить себе в excel если вам это нужно ну наверное опять же все кто пользуются тут сервере умеет делать экспорт текстов тексты и наверное это опять излишество но всех разные так что предпочтение поэтому что можно сделать я вот в принципе основные моменты по программе забрали я вижу игр активно отвечает вопросы какие вопросы остались давайте на них немного уделим время и по отвечаем какие вопросы все ответил есть вопрос о том что у нас воронеж сидя на вытеры и ошибку он переведет туда если вопрос нет это уже экрана просто тоже посмотреть комментарии сегодня без второго экрана тогда в принципе на этом все всем спасибо за внимание надеюсь информация была полезной чтобы не пересматривать вебинар постоянно когда есть вопросы есть отдельные инструкции по каждому из пунктов у нас видео уроки по каждому из пунктов о которых я сегодня рассказал но были какие-то нюансы да они все-таки но это стоит запомнить и ну принять сведения и использовать все всем спасибо увидимся в следующих вебинарах всем пока